Впервые выставка войлочной скульптуры автора Ирины Андреевой была представлена в Чувашском государственном художественном музее в 2011 году. Проект «Теплый день. Войлочная история» тогда очень полюбился зрителям всех возрастов. В маленькой девочке кто-то увидел себя, кого-то героиня и ее кошка заставили погрузиться в трогательные детские воспоминания. И вот 21 декабря 2012-го один из залов музея вновь окутала атмосфера тепла и уюта. Узел кинопамять – еще одна большая история, которая является в какой-то степени продолжением уже известного зрителям теплого дня. История маленькой девочки с кошкой всем так полюбилась. Мы очень ждали Ирину с новым проектом. И вот она его в течение 2012-го года делала, валяла, ваяла. И вот мы его дождались. История девочки продолжается, только теперь девочка сидит не дома одна с кошкой, а она приехала к бабушке в русскую деревню, которая находится в Удмуртской республике. И вот она все с той же кошкой, она гуляет, она развлекается, она сидит дома. Мы очень ждем всех новочепоксарских зрителей к нам в Чувашский государственный художественный музей. История про деревню, дом, бабушку и детство сваленная из воспоминаний. Воссозданные в войлоке образы, как черно-белые фотографии, запечатлевшие что-то давно забытое и оставшиеся где-то глубоко внутри. Память выхватывает из всего потока жизни фотографии на стенах, утюжок на окне, божью коровку на пальце ребенка. Трудно себе представить, что все эти моменты можно воссоздать в таком сложном материале, как войлок. Сложном, однако, очень подходящем для рассказа о самом сокровенном. Сюжеты, свободно расставленные в пространстве выставки, не имеют четкой последовательности и очередности. Это своеобразный, сваленный в клубок, единый мир из отдельных ярких моментов. Зритель свободно гуляет в пространстве, рассматривая каждый персонаж со всех сторон. Он не наблюдатель, он участник процесса. Так, необходимо сегодня увидеть мир деревни. Кто-то скучает о деревне, а кто-то стремится туда побывать, в доме у своей любимой бабушки, дедушки, к дедушке приехать. Конечно, старшее поколение, с какой любовью они смотрят на фотографии, вот на тот вот быт, и чувствуется здесь запах. Запах дома, деревянного дома. Запах листвы, цветов. Ощущение вот этого трепета дает материал. Материал очень необычный, очень сложный. Надо видеть руки мастера. Ирина Андреева – один из ведущих российских художников-кукольников. В материале «Дикая шерсть» ее называют первой. Автор отличает от других художников и то, что она создает не отдельные образы и типажи, а жанровые сцены. Даже целые объемные кинематографичные сюжеты и истории. Ее творчество – это поистине новое слово в изобразительном искусстве России. Масштабные произведения из сложного грубого материала, в то же время звонкие, полные самых тонких и глубоких чувств. Выставка продлится до 31 января. По словам сотрудников музея, к этому времени в экспозиции могут появиться также печь, коза, комоды и пироги, над которыми в данное время работает художник.